Фонд Дому, являясь финансовым агентом и оператором программы, имеет практику мониторинга более 3000 проектов. Хотелось бы отметить, что из 3443 проектов, получающих сейчас субсидирование, процедуру при остановлении и прекращении применена только к 103 проектам, это 2,5%. При этом только 46 проектов допустили просрочку более 90 дней. Это говорит о высоком качестве отбора проектов. Из 269 выпущенных гарантий не допущено ни одного дефолта. Возникает вопрос, как нам в дальнейшем выстраивать работу, чтобы при увеличении количества проектов не снижать их качество. Практика показывает, что решить эти проблемы можно двумя способами. Первое – это путем повышения компетенции самих предпринимателей, инициаторов этих проектов. Ведь очень важно, чтобы при росте активов компании рос и человеческий потенциал внутри этой компании. И второе – путем постоянного сопровождения проектов через центры повышения компетенции. Постоянное взаимодействие с клиентами позволяет своевременно реагировать на возникающие у них трудности. В 2013 году по поручению президента и правительства проводилась работа по созданию трехуровневой системы центров компетенции. Хотелось бы поблагодарить Акиматы за помощь в создании 17 ЦОПов, где уже проведено более 50 тысяч консультаций. Сейчас работа ЦОПов выстраивается по трем направлениям. Первое – это формирование единого окна для бизнеса. Для этого в операционном зале находятся консультанты по программе «Дорожная карта бизнеса-2020», консультанты из банка второго уровня, присоединились консультанты из структур Казагра, чтобы объяснять условия программы «Агробизнес». Надеемся, что с апреля присоединятся также на местах представители региональных палат предпринимателей, которые будут оказывать сервисную поддержку. По второму направлению – это развитие ЦОПов по принципу «бизнес-то-бизнес». Услуги в ЦОПах отданы на аутсорсинг и оказывают их местные консалтинговые компании или индивидуальные предприниматели. Фонд ДОМУ создает только материально-техническое обеспечение рабочих мест и мониторит и координирует деятельность ЦОПа. Это позволяет развивать отечественный консалтинг, который фактически отсутствует сейчас в регионах. Третье направление – это расширение деятельности ЦОПов через предоставление разрешительных процедур для бизнеса. Фонд ДОМУ готов обучить консультантов и с несколькими регионами в пилотном режиме провести большую работу по сопровождению документов предпринимателей для получения всех разрешительных процедур подключения технических условий. И можно будет сравнить тогда с общей практикой. Думаем, что это будущее ЦОПов. На сегодняшний день для нас очень важно, чтобы универсальность ЦОПов была оценена предпринимателями. Есть очень интересные нововведения. Например, в Восточно-Казахстанской области, в Усть-Каменогорске, ЦОППе работает уже возможность получить все справки с электронного правительства ЕГОВ. Для этого мы совместно с ЦОНом разместили там специалиста, который проводит регистрацию субъектов частного предпринимательства, может дать справки о регистрации и снятии залоговых обременений, может принимать различные заявки. Также очень важно расширять все инструменты государственной поддержки. Например, очень много запросов от предпринимателей на организацию проектов в сельском хозяйстве. Поэтому специалисты компании «Казагрофинансы» и «Казагромаркетинг» очень востребованы. Очень большое количество самозанятого населения приходит к нам в ЦОПы. Многие из них, пройдя первоначальное обучение, не подпадают еще под критерии банковского кредитования, но зато являются потенциальными участниками программы «Дорожная карта занятости-2020». В этой связи предлагаем Акиматам совместно с Фондом Дому организовать консультирование на базе ЦОПов в целях привлечения потенциальных участников, также тех, кто население, которое еще не имеет статус предпринимателя, относится к самозанятому. Нам кажется, что такая консолидация общих усилий обеспечит увеличение доверия и к программе «Дорожная карта бизнеса-2020», и к остальным программам поддержки предпринимательства, а также позволит эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Спасибо.